Всех приветствую! У меня в гостях сегодня Елена, IELTS-гуру, как вы уже заметили. Сегодня мы поговорим про IELTS-рай, который у нас на занятиях. И поговорим про занятия Елены. Елена, скажите, пожалуйста, вот я когда по коридору иду, я прохожу мимо вашей аудитории, где вы ведете занятия и слышу смех, иногда даже хохот. Это у вас такая смехотерапия или что происходит? Нет, отчего же. Это импровизация. По-моему, это очень помогает, потому что IELTS весьма скучный экзамен. То есть на занятия студенты смеются и это нормально? Если им Бог послал чувство юмора и они реагируют на шутки, то да. Это замечательный момент. А у вас это присутствует, как я вижу. Надеюсь. Хорошо. Я заметила еще, что до занятия, во время перемены и после занятия ваши студенты разговаривают только на английском. Как это вообще произойдет? Ну, это выдает их мотивацию. И, кроме того, это наша внутренняя политика. Погружение в английский язык. А ваши студенты думают на английском уже? Надеюсь, что да. И видят сны тоже на английском, кстати. А правда, что письменная часть IELTS является самой сложной для студентов? Я согласна. Она и для меня была бы самой сложной. Да. Эссе и графики. Ух. А вот на занятиях вы отрабатываете все виды эссея, все виды графиков? Да. Прям все. Все. В зависимости от длины курса, но мы должны познакомить их со всеми. А просто сами письма. Да. А студенты пишут вообще на занятиях? Да. Только не полностью, потому что это отнимает очень много времени. Чтобы их не расстраивать, мы делаем только отрывки, скажем, один абзац чего-то. То есть они пишут по параграфу? Да. Например, абзац, если это сочинение с ограниченным временем. Или, скажем, вступление и overview, если это первая часть письма. То есть на занятии, когда вы отрабатываете письменную часть, студенты пишут? Да. По-моему, это IELTS Rai. Очень здорово. Вы учитесь плавать? Вы плаваете. Нет. Учитесь вождением, вы водите машину. Основной принцип – learn by doing. По-моему, это волшебно. Спасибо, Елена. Спасибо за внимание. Всем удачи на экзамене. И IELTS делает нас сильнее.